Мишель Уилли Лимамбу Мой вопрос заключается в том, должна ли, по вашему мнению, патристикой изучаться исключительно как церковная наука, или патристикой могут заниматься люди независимо от своего вероисповедения? Я католический священник, но мне кажется, что в Африке патрология имеет более важное значение даже не для церкви, а для науки вообще, особенно богословских наук. Наше богословие основывается на писаниях святых отцов, на исследовании их творений. Это позволяет нам понять эпистемологическую структуру аргументации в богословских науках. Поэтому в нашем университете я преподаю патрологию и историю. Это Конголецкий католический университет. Мы считаем, что занятия патристикой очень важны для будущего, как фундамент африканского богословия. Я убежден в том, что это не просто церковная наука. Патристика важна для будущего Африки. Вы упомянули, что преподаете богословие в Патрологическом университете Конго. Какие еще центры изучения патристики есть в Африке? Их довольно много. Я являюсь представителем Конго в Межафриканской ассоциации патрологов. Во время своих поездок я много общаюсь со своими африканскими коллегами, преподавателями из Камеруна, из Адис-Абеба, Эфиопии, Сенегала и так далее. У нас в Конго есть 30 преподавателей патрологии. Это очень важно. Существует Африканская ассоциация патрологов. Есть несколько ученых-католиков и протестантов, изучающих патрологию в Конго, которые преподают патрологию как основой богословия, основой истории Африки. Мы знаем, что в Африке много народностей. На каком языке говорят между собой патрологи в Африке? На каком языке вы проводите конференции? Мы говорим на многих языках. На африканских наречиях, на колониальных языках, французском, португальском, английском и немецком. Однако самым необходимым является знание латинского и греческого. Это основа. Зная латинский, зная греческий, мы им можем сказать все, что хотим. Нам нужны новые идеи, чтобы построить новый мир. И особенно нам нужны новые идеи для возрождения Африки. Ситуация в Африке сейчас такова, что мы можем воплощать новые идеи, искать новые организационные формы. Мы можем понять, как мы можем решить стоящие перед нами сегодня задачи на благо африканского народа и африканских церквей. История важна для всех людей. Без истории мы не можем придумывать что-то новое, не можем построить новый мир. История важна, чтобы заглянуть в прошлое и увидеть, какими были насущные проблемы тогда и как с ними справлялись. Мы можем более выпукло увидеть проблемы, которые имеются у нас, обстоятельства, в которых мы находимся. И мы можем найти ключ к решению наших проблем и понять, какие организационные формы для нас более приемлемы в соответствии с нашей традицией. Как вы знаете, Египет тоже часть Африки. Если мы будем углубляться в прошлое, мы увидим, в чем была сила этой цивилизации. Спасибо большое. Это было очень много. Спасибо.